Итак, в 1918 году в мире многое происходило. В 11-м часу 11-го дня 11-го месяца закончилась Первая мировая война. Вирус H1N1, известный как испанка, выкосил множество людей во всем мире. Пострадали все, особенно молодежь. Президент Вильсон опубликовал свои 14 пунктов. А Бостон Ред Сокс разгромили Чикаго Капс в мировой серии. Безработица в США составляла 1,4%, а почтовая марка стоила 3 цента. Конечно, все эти события не позволили людям заострить внимание на еще одном малоизвестном факте о том, что в то время большинство мужчин носили усы. 73% мужчин носили какую-то растительность на лице, причем 66% выбирали носить именно усы. И я говорю «выбирали», потому что были определенные правила, согласно которым нельзя было в определенных ситуациях носить бороду. При этом были моменты в истории, когда по теме усов творилось какое-то безумие. В 1899 году 65% мужчин предпочитали носить усы из 88% всего населения, носивших растительность на лице. А в 1887 году 96% мужчин носили растительность на лице. Что же случилось дальше? Столетия спустя у нас оказывается менее 30% мужчин с растительностью на лице, из них только 2% носят усы. Почему мужчины перестали носить усы? Давайте для начала поговорим об истории усов, но вначале надо прояснить, что же происходило в истории с растительностью на лице в принципе. Вначале мужчины не удаляли растительность на лице, но уже где-то около 10 тысяч лет назад, согласно археологическим свидетельствам, мужчины начали что-то делать с волосами на лице. Да-да, мужчины начали пользоваться разными приспособлениями, ракушками и камнями, чтобы отрезать, придавать форму и выщипывать волосы на лице, придавая им определенную стилевую форму. Позже, с изобретением бронзы, металлов и грубых бритв, египтяне и народы других культур подняли уход за растительностью на лице на совершенно другой уровень. В 14 веке, в эпоху рыцарства, многие рыцари носили доспехи, которые были сделаны таким образом, чтобы вмещать их красивую растительность на лице. Эдвард Принц Уэльский на своей гробнице в Кентерберийском соборе предстает перед нами в полном боевом облачении с кольчугой на лице и шее, и при этом усы у него лежат поверх кольчуги. После окончания правления Елизаветы Первой, когда трон занял король Яков Первый, он настолько гордился своими щегольскими усами, что с удовольствием позировал художникам, которые создали просто массу портретов короля. Его сын Карл Первый ввел в моду усы и козлиную бородку. Вам стоит учитывать тот факт, что правители в то время задавали в обществе модные тенденции. Если мужчина хотел быть модным и соответствовать тенденциям, ему приходилось копировать сильных мер из его. Портреты сэра Антониса Ван Дейка были особенно популярны, и все хотели иметь растительность на лице, как у него. Некоторые мужчины не хотели отращивать усы, они придерживались в этом отношении революционных взглядов, как, например, Оливер Кромвель, у которого были очень скромные усы. И даже после всех революций усы продолжали оставаться символом власти. Король Карл Второй, он тоже носил усы. Довольно забавно, если вы посмотрите на некоторые его портреты в раннем подростковом возрасте, вы заметите, что у него очень густые усы, да кое-кто из художников был под лизой. А теперь, господа, если вам нравятся подобные видео, сделайте мне одолжение и поставьте этому видео лайк. А вы бы хотели, чтобы я отрастил усы? Надеюсь увидеть много лайков. А сейчас проведем викторину, посмотрим, сможете ли вы узнать человека по усам. Итак, вот первые усы. Довольно простой вопрос. Кто это, по-вашему? Ребята, это Чарли Чаплин. А вовсе не Адульф Гитлер. Я думаю, многие из вас подумали, что это Гитлер. Они оба носили усы, но Чарли Чаплин был первым. Гитлер позже подхватил эту эстафету. Такие усы были довольно популярны в свое время, но из-за ассоциации с Гитлером мало кто хочет повторять этот стиль. Только если вы не Майкл Джордан. Далее вот эти усы. Более артистичные. Артистичные, особенно если вам нравятся расплавленные часы. Чьи-то усы? Сальвадора Дали. Далее еще одни усы. Очень характерные, надо сказать. Гражданская война. Подсказываю, кто-нибудь угадал? Окей, это Эмброуз Бернсайт. А вот еще усы. Если бы вы были преступниками, находились в Канзасе, или Томпстоуне в Аризоне, и увидели, что прямо в вашу сторону направляются эти усы, вы бы побросали оружие и сдались. Потому что кто-нибудь узнал? Это Уайетт Эрб. А кто скрывается за этими усами? Где работает этот парень? Парк и зоны отдыха. У него довольно симпатичная, но странная секретарша, и да, он не терпит, когда его беспокоят по любым вопросам. Это Рональд Уиллис Суансон. А теперь давайте поговорим о закате усов в истории, и о темных временах для растительности на лице в целом. В конце 19 века кусам стали относиться как к фактору, провоцирующему инфекции. Микробы, пастеры, все такое. Оказалось, что для поддержания чистоты нужно бриться. Усы и бороды стали считаться чем-то не особо чистоплотным. Серьезно, в Нью-Йорке в 1902-м молочникам внезапно пришлось избавляться от своих усов и ходить гладковыбритыми. Заметьте, я не сказал полностью выбритыми. Я сказал гладковыбритыми. Кинг жиле 1904 года. Внезапно эти бритвы стали более доступны в продаже, и в больницах по всей Великобритании стали выходить директивы гладковыбриваться всем врачами-работникам клиник. Только так врачи могли общаться с пациентами. Но мужчины не так легко расстаются со своими привычками и не хотят отказываться от растительности на лице. Так что в 1910 году почти 75% мужчин продолжают носить бороды, усы и другие виды растительности на лице. В Первой мировой в качестве средства массового поражения использовали газ. Солдатам выдавали противогазы, и оказалось, что с бордой противогаз хуже прилегает к лицу. Противогазы и так были несовершенны, так что только гладковыбритые солдаты могли получить хоть какую-то защиту от газа и других ядовитых веществ. И тут уже было не до стиля, волей-неволей приходилось бриться. Офицерам и другим званиям воюющих разрешалось носить, как вы думаете, что? Усы, хорошо постриженные по всем правилам, и тут мы замечаем, что популярность усов выросла. И тут возникает пик популярности усов, потому что мужчины могли носить нечто, подчеркивающее их мужественность, при том, что бороду носить было никак нельзя. Первая мировая подошла к концу 20-е годы, 20-е века, затем 30-е. Мужчины уже снова могли вернуться к своим старым привычкам. Как вы думаете, что произошло? Они снова полюбили носить усы. За эти 20-30 лет усы стали самым любимым видом растительности на лице у мужчин. Именно поэтому, когда мы смотрим фильмы того периода или смотрим на фотографии, появляющиеся в СМИ, мы видим мужчин с усами разного вида. Усы могли быть тонкими, как карандаш, или более густыми, но усы носили все. У неудачников была борода. Да, борода снова вернулась в 20-е годы, но ее популярность быстро угасла. В расцвет Голливуда, когда все могли смотреть фильмы с актерами, носившими усы, всем захотелось иметь усы, а не бороду, и усы стали модным трендом. И молодые, и более зрелые копировали эту моду. При этом количество волос на лице сокращалось по мере роста популярности безопасных бритв, что было большим прорывом после тенденции использования опасных бритв, которые хоть и были красивыми, но могли быть очень опасными. Особенно для тех, кто плохо умел ими пользоваться. Внезапно бритца оказалась очень просто, и постепенно мода на усы стала исчезать, не говоря уже о бороде и бакенбардах. Их популярность и вовсе сошла на нет. Вторая мировая никак не способствовала возникновению моды на усы. Правила были разные, но солдаты, которые попадали в учебные лагеря, сталкивались с необходимостью быть полностью выбритыми. Никаких волос на лице. Мужчины – существа привычки, и мы можем быстро приобрести новые привычки, особенно если инструктора по строевой подготовке на нас орут. Когда вы бреетесь каждый день 3-4 года, вы внезапно к этому привыкаете, и это становится вашим стилем. В 40-е и 50-е годы после войны мужчины соответствовали моде того времени. В 1948 году случились выборы, кандидатами были Дьюи и Трумэн. Мы можем посмотреть на фото обоих, и знаете что? По мнению некоторых исследователей, именно усы Дьюи подвели его. Многие женщины из-за усов не проголосовали за него. Возможно, и мужчины тоже. Многим женщинам казалось, что Дьюи погряз в традиционном укладе. Он вряд ли бы сочувствовал проблемам женщин. И этот факт подводит меня к следующей причине, которая может быть немного спорной, но все же к притязаниям женщин. Все это довольно интересно. Посмотрите на космополитов в книгах. Даже и сегодня они рассуждают о том, может ли мужчина выглядеть сексуально с усами. Многие женщины рассуждают на эту тему, и если вы послушаете всех этих людей, кажется, что они сходятся во мнении в том, что да, парень может носить усы только если они идут ему и выглядят стильно. Есть еще исследования, я бы не стал на него полагаться, но говорят, что Горвард Тафт был последним президентом, у которого были усы. Больше у власти не было президентов с усами, потому что, согласно исследованию по мнению женщин, мужчина с усами выглядит более мужественным, но при этом менее настроенным на проблемы и права женщин. Можно сказать, что и политики имеют проблемы с растительностью на лице. И когда у власти оказываются парни, у которых нет бород, которые не отращивают усы, что же происходит? Все думают, что это новый тренд, и перестают носить бороды и отращивать усы. Конечно, есть те, кто сопротивляется тенденциям. В 1980-м появляется Фредди Меркьюри, который носит усы, и все на него жалуются. Некоторые женщины говорили, о, какой неприятный у него вид. Фредди Меркьюри, естественно, никак на это не реагировал. Ведь суть в том, что ему было наплевать. Он носил усы для себя. На концертах он иногда спрашивал людей, что они думают. И кому-то усы нравились, а кому-то нет. И ему было плевать на то, что думали окружающие. Есть еще Энтони Кидди с фронтмен группы Red Hot Chili Papers. Пишите в комментариях, я правильно произнес свое имя? Мне нравится эта группа, но в 2011-м он начал носить усы, и все как будто начали подписывать петицию против этого. Многие женщины говорили, нет, он должен от них избавиться. Он воспринимал их слова как шутку и делал то, что считал нужным. Бороды и усы практически перестали существовать, потому что общество как будто стало относиться к ним как к чему-то негативному и плохому. Слова, содержащие слоги порно или педо, как будто подразумевают, что человек, который совершает сексуальные извращения, носит усы. На самом деле, эти два слова больше связаны с людьми, нежели с названиями усов. Снова у меня для вас викторина. Что это за стиль усов? Вы знаете? Это так называемый шеврон. А теперь я задам вам простой вопрос, вы не можете не знать. Это закрученные усы. А вот эти, я уже говорил про них раньше, они не популярны. Сейчас они ассоциируются с каким-то злом, не понимаю почему. Это усы толщиной с карандаш. Хотя, пожалуй, мы можем сказать, почему они не нравятся людям. Автор книги «Тысячи усов» рассказывает, что происходило с усами на протяжении всей истории, и говорит, что в христианской религии усы были как-то связаны с дьяволом. Распространенный образ сатаны – это фигура греческого бога Пана, у которого были усы, тонкий как карандаш. Кроме того, вспомните всех злодеев, которых вы видели в детстве, которые изображены с усами, особенно если мы имеем дело с близнецами. Плохой близнец с усами. Как вы определите, что перед вами плохой парень? У него тонкие усы и русский акцент. Да, я женат на украинке, и моя жена заметила, что почти все плохие парни в фильмах имеют тот или иной славянский акцент. И давайте не будем забывать о сексуальных извращениях 90-х и 2000-х. Возьмем Наполеона Динамита, Кипа и дядю Рико. Они сексуальные извращенцы и носят усы. При этом, если бы тренер поставил их в четвертую четверть, игра была бы выиграна. Победа в чемпионате. Что же касается следующей причины, почему усы стали непопулярны, я не нашел много комментариев по этому поводу. И хотел бы узнать, что вы, ребята, думаете об этом. Я нашел исследование 1989 года, в котором мужчины в более мужественном окружении, в окружении преимущественных мужчин, с большей вероятностью отращивают усы, потому что они хотят проявлять доминирование над другими мужчинами. Не потому что это привлекает женщин. Чем больше женщин появлялось на рабочих местах, тем больше становилось процент работающих женщин. И так как мужчин становилось меньше, им не надо было отращивать бороду или усы. Им не надо было демонстрировать доминирование, потому что оказалось, что просто быть мужчиной уже достаточно, чтобы доказать свою мужественность. Важный пункт, потому что многие мужчины думают, что борода и усы выглядят привлекательно для женщин. На самом деле, не стоит думать, что женщин привлекают, как факт усы или другая растительность на лице. Не стоит узкомыслить. Как правило, женщины смотрят на множество факторов, и их интересует ваше место в обществе, как один из этих факторов. Это важный фактор. Женщины интересуются тем, как вы можете их обеспечить, и как к вам относятся другие мужчины. Согласно одному исследованию, среди 6 тысяч мужчин, оказалось, что мужчины с усами зарабатывали на 8,2% больше, чем мужчины с бородами, и на 4% больше гладковыбритых мужчин. Почему же исчезли усы? Потому что за последние 50 лет многие факторы способствовали их исчезновению. Законы, запрещавшие усы и растительность на лице. Женщины, которые говорили, что усы им не нравятся, что они предпочитают мужчин без усов, что они не собираются голосовать за мужчин с усами, и модные тенденции перестали поддерживать усы. В тренд вошли мужчины, которые гладко брились. Все стали копировать их, чтобы тоже быть в моде. А если человек шел на перекор толпе, если он хотел носить усы, потому что ему они просто нравились, то что с ним происходило? Его изображали как злодея, как плохого парня, как извращенца. И если кто-нибудь из вас спросит меня, отращивать ли усы, я скажу «да», потому что с усами связано много хорошего, и в основе всего интерпретация, взгляды различаются, и всегда будут те, кто настаивает на своем отношении к тому, что находится под носом. Так что если вы решаете, а не отпустить ли мне усы, вы делаете свой выбор. Большинство из нас, мужчины, которые бреются, хотят быть в тренде, соответствовать современной моде. При этом все те, кто отращивает усы или бороду, скажут вам, что после того, как вы сделаете свой выбор, вы должны быть готовы к тому, что всегда будут те, кто против этого. Кто-то будет вас поддерживать, эти люди скажут вам, «Что ж, приятель, добро пожаловать в наш клуб». В конце концов, вы сами делаете выбор в отношении того, какой образ вы хотите создавать в глазах окружающих. В общем и целом, господа, усы, как и мужчины, которые их носят, запоминаются. Если вы хотите носить усы, вы хотите, чтобы вас запомнили, чтобы вы выделялись. Вы сами выбираете свой образ. Я считаю, что здорово, если вы делаете свой выбор в пользу того, чтобы вас запомнили, неже в пользу того, чтобы вы оказались незамеченными в толпе. Конечно, всегда будут те, кому усы покажутся некрасивыми или даже противными. Но если будете носить их уверенно, будет выглядеть круто. Так, а какое видео мне порекомендовать для вас к просмотру? Может быть, видео, в котором я рассказываю, почему мужчины перестали носить плащи? Почему мы перестали носить этот предмет одежды? Если вам интересно, рекомендую это видео, ребята. Посмотрите этот ролик, не пожалеете. Да, мне кажется, нужно перестать так странно улыбаться, а то мало ли что могут подумать.